Вчера во многих странах мира отметили Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата 9 ноября связана с событиями, вошедшими в мировую историю, как Хрустальная ночь или Ночь разбитых витрин. В этот день в 1938 году по всей Германии и Австрии прокатилась волна еврейских погромов. Нацисты сожгли сотни синагог, разбили сотни витрин еврейских лавок, магазинов, квартир. Отсюда, кстати, и возникло историческое название этой трагической даты. Положивший начало Холокосту. О генезисе нацизма, о проявлении фашистской идеологии в современном мире вчера говорили в Центральной городской библиотеке Харциска. Узнать о том, какой след в истории человечества оставили события 9 ноября 1938 года в Германии. Обсудить основные аспекты нацистской идеологии, разобраться в таких понятиях, как антисемитизм и расизм. В читальном зале библиотеки собрались учащиеся четырех харцисских школ, технологического техникума и профлицея. Организатором мероприятия выступил отдел по делам молодежи Харцисской городадминистрации. «Были приглашены ребята, чтобы мы поняли, что же такое фашизм, расизм и антисемитизм. Для того, чтобы они понимали, как себя вести, что делать, а также подискусировать на эту тему и понять, как же они сами это понимают. Не только о том, что мы рассказали им, а то, что до них дошло». В ходе беседы ребята и не заметили, как от обсуждения событий, потряхших Германию в далеком 1938 году, перешли к обсуждению фашизма, поднимающего голову в современной Украине. Свой доклад на эту тему представил Денис Кондратенко. «Суть моего доклада в том, что я хотел напомнить ребятам о том, как, в какое время именно наш народ встретился с фашизмом. То есть это Вторая мировая, Великое Отечественное и наши дни. И чтобы ребята понимали, что та агрессия, которая идет сейчас с той стороны, это именно фашистская тематика, и они не должны это поддерживать, а идти против этого всего». Мероприятие дало молодым людям дополнительный повод задуматься, к чему могут привести попытки отдельных людей убедить себя и окружающих в том, что они имеют в этом мире больше прав, нежели представители других национальностей, рас и конфессий.